Танцуют лучше. Спортивный комплекс университет принял масштабный турнир Elite Dance Festival. Два дня красочных соревнований, более двух с половиной тысяч участников. Международный танцевальный фестиваль собрал участников практически всех возрастных категорий. Для спорткомплекса Международного гуманитарного университета стала доброй традицией организация столь масштабных спортивных праздников. Универсальный зал оборудован всем необходимым, чтобы принимать самые различные соревнования. Более подробно в материале наших коллег. Спорткомплекс Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого фонтана принимал юных участников фестиваля бально-спортивного танца Elite Dance Festival. С началом соревнований танцоров со всей страны, а также из-за рубежа, поздравил почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Президент Международного гуманитарного университета отметил, что популяризация спорта и воспитание здоровой молодежи является главным приоритетом. Для нас это большое событие встречать вас в стенах Международного гуманитарного университета. Вы знаете, и погода сегодня потрясающая. Принимает представителей не только нашей страны, всех областей, но и многие, кто приехал из Франции, Германии, Испании, из других стран. Самый престижный фестиваль, который проходит именно в Одессе. Elite Dance Festival, который уже шестой год подряд проходит в Одессе, это самый масштабный танцевальный фестиваль в нашей стране. География участников действительно впечатляет. Накануне двухдневных соревнований еще два дня проходили мастер-классы от всемирно известных танцоров. Среди них выдающийся педагог Аллен Тонсберг, Испания, действующий чемпион мира по европейской программе Андреа Чигарелли, Италия, Леонид Леднев, Австрия, лучшая пара в мире по профессионалам Нина и Андро, Испании, знаменитый танцор Ноцео Мариано, Италия, Варен Бойс, Великобритания, Максим и Екатерина Булане, Украина. Это крупнейший турнир в Украине, вот в это последнее время. Понятен интерес к нему, понятно, почему так много участников. Необычный зал, сегодня день начинающих классов, танцоров очень много. Украина сегодня в лидерах мирового танца, объективно, победители, финалисты крупнейших турниров, поэтому будет на кого посмотреть завтра. Прекрасная судейская панель украинских специалистов, иностранцы, которые смогли добраться, приехали сюда. Ну и приехали все, зная, что все будет гарантировано. Участники соревновались в различных номинациях, оценивались две программы – латиноамериканская и европейская программа. Все спортсмены тщательно готовили каждый танец, но у юных танцоров есть свое любимое направление танцевального искусства. Мой любимый танец – самбо, потому что он веселый, ну такой, не супербыстрый, поэтому к нему нравится. В европейской программе мне больше нравится вальс. Почему? Потому что он у нас больше получается. Какой венский вальс? Обычный, медленный. А в латинской программе мне нравится самбо, потому что он у нас лучше всего выходит. Немножко устаем, но это приносит нам веселые эмоции. Мне нравятся танцы, потому что они очень хорошие, красивые, очень четкие и очень нежные танцы. А улюбленный мой танец – это ча-ча-чапу, в нём очень много четкости. Соревнования очень большие, очень сложные будут. Танцами я занимаюсь с 8-7 лет. Мой самый любимый танец – это джайб, потому что он у меня хорошо получается, хватает дыхания. И он у меня самый лучший из всех танцев. Украина давно известна высокими показателями по бально-спортивным танцам. Мастерство наших участников постоянно растёт. Весомый вклад в победную копилку вносят и наши земляки. А потому символично, что столь масштабный фестиваль проходит именно в Одессе. Такого масштабного проекта никогда у нас в Одессе не было. Сегодня одновременно здесь выступают и подали заявки около трёх тысяч человек. Думайте, три тысячи участников находятся здесь. Плюс родители, знакомые, близкие. Мы сегодня здесь, вот посмотрели, принимаем 15 тысяч человек. Это масштабный. Нынешний фестиваль охватывает воспитанников танцевальных клубов со всей страны в возрасте от трёх до семидесяти лет. Почти три тысячи участников демонстрировали мастерство, практически идеально двигаясь в такт музыке. Пластика и изящество движений захватывало и завораживало. Но у опытных судей соревнований свои критерии и свой острый взгляд замечают малейшую неточность. Уникальность заключается в том, что в настоящее время, в этот маленький короткий сезон, который был обусловлен карантинными мероприятиями, в которых не проводились мероприятия. Очень много мероприятий танцевальных, разных танцевальных организаций по разных версиях попытались вместиться компактно в этот май-июнь. Но мы можем с уверенностью говорить, без лишней скромности, что это самое многочисленное мероприятие за этот танцевальный сезон. Это яскравые соревнования, которые собирают лучших танцористов Украины. И элитный фестиваль, потому что тут собираются на самом деле на элитные пары Украины, на элитные судья Украины. У меня танцуют две дни, два пары, и я очень доволен, потому что в первую очередь это осанка, это музыка, это физическая подготовка, это эстетический смак, это также общение с прекрасными людьми, это жизнь в самом прекрасном виде творчества, спорта и грации. Тренеры утверждают, что для каждого танцора этот турнир очень важен, ведь он завершает танцевальный сезон. Каждая пара готовилась в течение всего года. Карантин, говорят наши собеседники, также повлиял на общий уровень мастерства. Но в итоге все собрались силами и выложились по максимуму. Лично мы приехали из города Киева, привезли, каждый год приезжаем с несколькими парами, которые выступают на высоком уровне и представляют двух professional dance. Мы готовимся целый сезон, но для детей это особое мероприятие, к которому мы как бы закрываем конкурсный сезон каждый год, поэтому сама подготовка была очень продолжительной, не только для этого турнира, но это как заключительный турнир, поэтому очень большая ответственность. Огромное спасибо Сергею Кивалову за предоставленное помещение, за такую яркую атмосферу и за морскую теплоту. Бальные танцы это не спортивные, это не классика, это совершенно другой вид спорта, который подготавливает танцора преподнести себя как в жизни просто, как личность, быть постоянно в тонусе. На некоторых танцорах карантин дал немножечко сбои, но перед этим турниром все готовились насыщенно. Сейчас два дня идет конгресс, приехали все иностранные судьи приглашенные. Все очень ждали этот турнир, потому что он один из самых массовых, как это показывают сегодняшние мероприятия. Я даже, наверное, не припомню, чтобы и в Киеве собирались только участников. Но сейчас конец сезона, подготовка у всех максимальная, у детей, потому что впереди небольшие каникулы у некоторых клубов, и поэтому сейчас идет завершение, поэтому дети на максимальных кондициях. У каждого участника соревнований есть своя уникальная история, почему они начали танцевать. Кому-то посоветовали родители, кто-то увидел профессиональные турниры и увлекся. Главное, что каждому из участников нравится танцевать и побеждать, поэтому они в дальнейшем будут стремиться повысить уровень своего мастерства, выступая на паркете. У меня вся семья занимается танцами, ну и мне было так. Еще Лена, сестра, я у нее теперь занимаюсь, ну и просто потому, что вся семья занимается. Я занимаюсь как уже два года, а я пришла на танцы, потому что моя мама танцует, и она хотела, и я хотела танцевать. Мне очень понравилось, как все так танцуют, красиво и мне захотелось. Мне очень понравилось сегодняшнее соревнование. Я занимаюсь танцами с четырех роков. Я выбрала балльные танцы, потому что я еще, ну, за малых роков завжди смотрелася турниры. Выходя на паркет, спортсмены старались оставлять волнение позади и настраиваться исключительно на победу. Просто держать себя в руках. Ну, чтобы были сильными и не боялись выйти. Я приехала сюда, чтобы соревноваться и выиграть какое-то место, чтобы отримать удовольствие. Ну, это для меня первый раз, этот выступ. И я трохи посвейливана. И я думаю, что мне посчастливится. Бальные танцы – это творчество, это искусство. И у нас в Международном гуманитарном университете открыт набор студентов, которые изъявили желание учиться на нашем творческом факультете, в том числе заниматься организацией бальных танцев. И сами спортсмены, и непосредственно организаторы. Я думаю, что это перспективное направление. Впереди у участников Elite Dance Festival изнурительные тренировки и новое спортивное достижение. Вполне возможно, что кто-то из них заявит о себе на самых масштабных паркетах мира.